Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Сегодня я расскажу вам о последних новостях мира Forza Horizon 4, о новом обновлении и о прохождении нового сезона. Первая и, пожалуй, самая интересная новость – это выход дополнения. Называется оно «Фортуна Исланд» и представляет собой большой остров для дрифта. По крайней мере, так отзываются о нём разработчики. В Твиттере и на форуме информации пока минимум, но если будет что-то интересное, я вам расскажу. Ну а ожидаемый выход запланирован на 13 декабря. Также вы могли заметить, что начали водить автомобили Джим Хана. Разработчики даже подготовили ролик в Твиттере об этом. Ну а свою коллекцию автомобилей вы сможете пополнить такими моделями, как Ford Mustang 65-го года, Ford Fiesta ST 2017-го года, Ford Focus RC RX 2016-го года. Ну а обладатели Deluxe Ultimate издания дополнительно получат Ford F-150 77-го года и Ford Escort Quosford 91-го года. Теперь давайте расскажу вам про обновление 22-го ноября. На самом деле оно не такое масштабно, как хотелось бы. В первую очередь в игру ввели новые возможности дизайна. Так как я любитель брать готовые дизайны, для меня обновление прошло незаметно. Ну а если вы заметили изменения, поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях. Следующая, более значимая для меня часть обновления, в игру были введены 41 вариация колесных дисков. Быть может когда-нибудь мы с вами увидим обновление с кучей обвесов и с кучей новых спойлеров. Хотя, конечно же, это все мечты. Следующее, чем встречает нас это обновление, это 12 новых сезонных чемпионатов. Не знаю зачем, но разработчики даже сделали акцент на том, что можно заработать 3,6 миллиона кредитов за все эти чемпионаты. И последняя часть обновления, это 4 новых эксклюзивных автомобиля. А также всякая ерунда, типа гудков, одежды и эмоций. Ну а теперь давайте я вам расскажу о прохождении нового летнего сезона. Первое, чем нас встречает этот сезон, это 3 сезонных чемпионата. Впрочем, все их перечислять я не буду, так как призы у них одинаковые. За первое место против драйватаров уровня эксперт в каждом из трех чемпионатов, вы получите 100 тысяч кредитов. То есть, если пройти все три, вы можете получить целых 300 тысяч кредитов. Ну а теперь самое интересное, это сезонный форзофон, который продлится с 22 по 29 ноября. Первое испытание называется «Бери, не пожалеешь». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Суперкар» от GT. А для того, чтобы выполнить испытание, вам традиционно необходимо просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Круг почёта». Для его выполнения вам необходимо 10 раз вырваться в лидеры. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо зайти в гонку и 10 раз обогнать соперников. Следующее испытание называется «Завертелось». Для его выполнения вам понадобятся дрифт-зоны. А для того, чтобы выполнить испытание, вам необходимо заработать суммарно 9 звезд за эти дрифт-зоны. Ну а теперь самое зубодробительное испытание. Называется оно «Эта ловушка». Для его выполнения вам необходимо найти полицейский радар на «Принцесс-стрит». И ни много ни мало заработать 3 звезды за этот радар на автомобиле категории «Суперкар GT». На самом деле, это одно из самых сложных испытаний за всю историю «Форзафон» для меня. Я перепробовал целых 5 автомобилей с разными вариациями тюнинга, пока не подобрал тот самый. Мой выбор упал на «Феррари F12 Берлинетто». Ну а тюнинг я выбрал «Форзафон Спид» от «Про Хуниган». Идеальную траекторию я оставляю на экране. Ну а теперь давайте расскажу вам о наградах этого «Форзафона». В первую очередь, и как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Из одежды в этот раз обычная футболка-гоночные игрушки за 35 очков. И эпичный классический цилиндр за 95 очков. Также здесь можно встретить автомобиль, о котором я говорил ранее. Это «Хуниган Джимхана Форд Фиеста СТ» за 200 очков. Ну и главный приз за этот «Форзафон» это «Альфа Ромео 8С Форза Эдишн» за 300 очков. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий «Форзафон», который стартует 29 ноября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok